Всем привет! С вами канал Арбормастер. Сегодня у нас обзор и рассматривать мы будем модель советского трактора ЧТЗ С-65 от Трампетер. Начнем с истории данной машины. Ну, которая его производила. Челябинский тракторный завод был основан в 1933 году. Изначально рассчитан на производство тракторов. И первой моделью, которую он начал производить, был С-60. Трактор, являющийся лицензионной копией американского Катерпиллер-60. Причем строительство завода также шло при участии американских специалистов. В середине 30-х годов советское руководство пришло к пониманию того, что тракторы надо переводить на дизельное топливо и, соответственно, приступило к разработке дизельного двигателя. Попытались сначала кооперироваться опять с американцами, купить у них двигатель, но сделка не срослась и поэтому был разработан советский дизельный двигатель М-17. После того, как двигатель довели и запустили в серию, его установили на трактор С-60 и таким образом получился новый трактор с обозначением С-65. Именно этот трактор мы сегодня и рассматриваем. И надо сказать, что буква С вполне в духе того времени обозначала Сталинец. До запуска в крупную серию трактор успел получить гран-при на технической выставке в Париже, то есть был достаточно высоко оценён и в Европе. А летом 1937 года уже началось крупносерийное производство, опять же, на Челябинском тракторном заводе. До 1941 года было выпущено более 37 тысяч тракторов, то есть это достаточно значительное количество. В 1941 году, с началом войны, производство тракторов на заводе прекратилось и завод был перепрофилирован на производство танков. До войны этот трактор в основном использовался в народном хозяйстве, хотя существуют фотографии, на которых эти трактора таскают оружие уже до войны. Но с началом войны и особенно после значительных потерь в самом начальном периоде войны большое количество этих машин были реквизированы из народного хозяйства в пользу армии. Причём достаточно активно эти машины использовались не только в Советской армии, но также в качестве трофеев использовались немцами и финнами. Как я уже сказал, в 1941 году производство данных тракторов было прекращено и оно так и не возобновилось, поскольку после войны была принята на производство более современная модель С-80. Тем не менее, непосредственно по машине что можно сказать? Что, конечно, как специализированный артиллерийский тягач со своими 7 км в час максимальной скорости, он выглядит несколько посредственно. С другой стороны, в то время, когда их активно использовали в армии, в общем-то особого выбора не было и уж лучше тащить орудие на тракторе со скоростью 7 км в час, чем тащить его на лошадях или, хуже того, вручную. Также надо сказать, что лично мне этот прототип нравится тем, что его можно использовать не только на каких-то военных диорамах, не только для военных прототипов, но и для различных гражданских вариантов. И также, конечно, как и любой другой трактор, здесь есть огромное пространство для конверсий, поскольку эти машины несли на себе достаточно большое количество различного навесного оборудования. Но и на военных диорамах он выглядит тоже достаточно, мне кажется, интересно, потому что машина достаточно крупная и смотрится, в общем-то, на фоне танков и на фоне грузовиков достаточно необычно. Кроме того, если вы увлекаетесь советской техникой, тем более советской инженерной техникой, мимо этой машины вообще никак нельзя пройти, поскольку это первый советский серийный трактор с дизельным двигателем, то есть машина для Советского Союза, в общем-то, во многом знаковая и предопределившая общее направление двигателестроения для тракторов на долгие годы вперед. Инструкция. Инструкция стандартна для трампетера черно-белая, стандартного, в общем-то, формата А4, который разворачивается на А3. Здесь мы видим раскладку деталей по рамкам и начинается сама сборка. Ну, опять же, типично для трампетера инструкция не сильно перегружена информацией, то есть все, в общем-то, понятно и видно. Тут у нас начинается сборка тележек ходовой части, все, в общем-то, мне кажется просто, то есть достаточно собрать детали аккуратно и аккуратно отделить их от летников. Здесь у нас начинается сборка рамы, я так понимаю, коробка передач и так далее. Сборка радиатора, установка его на раму и присоединение ходовой части к раме. Тоже, в общем-то, все достаточно понятно и очевидно. Единственное, что мне немножко не понравилось, это то, что здесь начисто отсутствует двигатель. То есть вот так вот пустое место у нас в итоге останется. С учетом того, что эти трактора периодически использовались без боковых крышек для лучшего охлаждения, это, конечно, на мой взгляд, не очень хорошо. Хотелось бы, конечно, чтобы производитель хотя бы в самом примитивном виде давал нам двигатель. Сборка гусениц. Гусеницы у нас будут рабочими, но единственное, что сама сборка гусеницы, трака гусеницы из трех деталей, конечно, занятие достаточно муторное. Ну, к счастью, тут всего 34 трака на сторону, поэтому это не должно занять совсем уж как-то много времени. Тут у нас начинается сборка кабины. Тоже все достаточно просто. Рычаги управления. Сама кабина достаточно спартанская, ничего особенного там не было и в оригинале, поэтому, соответственно, и в модели деталей не так много. Продолжение сборки капота. Сборка сидения. Ну, видно, что сидения выполнены в многоразъемной форме, как и некоторые другие детали. Это, конечно, неплохо. Это избавит нас от необходимости зашкуривать швы и зашлифовывать их. Установка боковин капота, откидывающихся частей, установка выхлопной трубы, оптики. И финальная сборка кабины, установка остекления и, собственно, пристыковка кабины к самому трактору. Ну, на мой взгляд, все достаточно просто, понятно. Никаких каких-то глобально сложных моментов я здесь не вижу. Схема окраски дана у нас в полноцветном варианте. Машина изображена со всех возможных сторон. Это очень похвально. Единственное, что никаких вариантов маркировки, кроме однотонной окраски, к сожалению, у нас нет. И вариантов этих у нас два. Это стандартный советский зелёный в 4 БО и трофейный немецкий в немецком танковом сером. Ну, в общем-то, тоже всё с одной стороны как и должно быть, с другой стороны немножечко в какой-то степени скучновато. Пластик. Пластик традиционно для тромпетера серого цвета. Также есть и другие моменты, вполне традиционные для тромпетера. В данной ситуации я говорю о том, что литьё, к сожалению, не идеальное. Ну, во-первых, присутствует микросмещение и достаточно заметный шов по разъёму пресс-форма. То есть, например, по всей поверхности ведущей звёздочки удалять шов на зубцах будет достаточно проблематичным. Также, на мой взгляд, очень массивные питатели. То есть, например, вот здесь вот эти ушки, наверное, в полтора раза тоньше, чем подходящий к ним питатель. Соответственно, нам придётся это всё долго и уныло зачищать для того, чтобы убрать следы от питателей. Ну, присутствует на некоторых деталях небольшой облой, но на этой рамке я его пока не наблюдаю. Также касательно подводки питателей. Вот здесь мы видим, ко всем круглым деталям они подведены на тонкую кромку. Ну, к чему это приведёт, я думаю, понятно. Нам придётся восстанавливать здесь полукруглую поверхность. Ну, отчасти, что можно сказать в защиту производителя, это только то, что питатель подведён только один. Поэтому, в принципе, мы можем вот эту сторону, которую придётся обрабатывать, повернуть на верхней стороне гусеницы, а на нижней стороне вверх, там, где этого будет незаметно. Вот. Ну, естественно, очень слабо получились пружины. То есть, на виде сбоку-то всё прекрасно. Но если посмотреть с торца, то видно, что там тоже есть небольшое смещение и трудноудаляемый шов. Поэтому с пружины, если они на заметном месте, то, конечно, наверное, надо подумать о том, как, может быть, их заменить. Либо надо будет их долго и тщательно обрабатывать. С обратной стороны у нас достаточно большое количество следов от толкателей. Правда, я так понимаю, что всех их будет не видно. То есть, все они скроются в различных внутренних полостях модели. Вот. Ну, если не брать толстые толкатели и небольшое смещение, то, в принципе, всё более-менее приемлемо. Каких-то трагических дефектов, во всяком случае, я не наблюдаю. Рамка с различными крупными элементами. Эта рамка многоразъёмная явно, потому что вот здесь сбоку подходили элементы пресс-формы. Где-то ещё тут я видел. И что это всё значит в данной ситуации? Что, несмотря на то, что детали отлиты в многоразъёмной форме, при разъёме формы у нас образуется небольшой шов. Его в обязательном порядке на таких деталях надо находить и аккуратненько удалять. Вот. Ещё, что бросилось в глаза, это то, что у нас здесь пустые места. То есть, это, по всей видимости, какие-то заглушенные питатели для каких-то альтернативных вариантов сборки. Ну, соответственно, тут, опять же, как всегда, лучше бы всё было сразу в одной коробке, все возможные альтернативы. Ещё один такой весьма неприятный момент, это если вы присмотритесь, то увидите, что буква И, вот в слове «дизель» и в слове «сталинец», она выполнена не в виде русской буквы И, а в виде английской буквы Н. Соответственно, нам придётся либо отменять вот эти все детали на автомаркет корректный, либо каким-то образом пытаться восстановить, то есть, сделать перемычку в обратную сторону. Ну, с одной стороны, ошибка такая мелкая, с другой стороны, очень досадная, потому что удалять её достаточно сложно и, в принципе, ну, даже как-то несерьёзно, о какой точности модели можно говорить, если люди не могут воспроизвести даже букву нормально. Здесь обратная сторона, ну, тут тоже, в общем-то, я думаю, всё понятно, то есть, отлито всё достаточно приемлемо, на видимой части у нас нету никаких толкателей, все они убраны вот сюда, в промежуточный вот этот вот ледничок, но в остальном вроде всё неплохо, если бы, конечно, не вот эта надпись, совершенно удручающая. Рамка с элементами рамы, ну, тут тоже всё достаточно неплохо, кроме того, что на вот этой массивной детали заметный шов, его надо будет удалять, это, конечно, займёт определённое время, в остальном всё более-менее прилично, ну, ещё вот здесь вот, вот эти зубчики у нас пересекаются с питателем, здесь надо либо поворачивать как-то так, чтобы это место было незаметно, либо восстанавливать зубчатые вот эти зубцы, то есть, тоже не самый оптимальный вариант, может быть, по-другому и никак, но нам, моделистам, от этого, в общем-то, не легче. С внутренней стороны, ну, тут расположены тоже следы от толкателей, но они все с незаметной стороны, в остальном тоже всё более-менее выглядит приличным. Также мы видим, что на выхлопной трубе ещё на каких-то элементах сделаны отверстия в торце, что, в общем-то, тоже, на мой взгляд, очень-очень неплохо. Рамка с элементами кабины, с элементами кузова, а тоже многоразъёмная. Вот эта деталь отлита многоразъёмной форме, вот эта, вот эта, да, собственно, все они. Причём надо обратить внимание на то, что вот здесь достаточно хорошо заметны швы от разъёма, вот здесь они идут, их нет на прототипе вот этих, вот этого шовчика, его надо будет аккуратненько удалить, и вот здесь на боковине тоже идёт шов, его тоже надо аккуратненько удалить, стараясь не повредить буквы, и буквы здесь тоже везде три надписи «Сталинец», и все три надписи «Сталинец» сделаны не по-человечески, не кириллицей, а с буквой «Н». Вот, ну, в остальном всё так вроде более-менее прилично. Здесь тоже вот идут швы от разъёма формы, кстати, здесь уже такая ступенечка появилась, это тоже надо в обязательном порядке сошлифовывать, то есть это технологические моменты, которых не было на прототипе. Ещё одна рамка, тут у нас полкабины, элементы радиатора, элементы рамы, ну и вообще я обратил внимание, что эта модель расчленена на множество мелких литниковых рамок, не знаю, может быть, с точки зрения производства это и удобно, но уж с точки зрения обзора, да и в какой-то степени сборки, это не оптимально, когда у нас множество рамок, на которых там по пять, по десять деталей. Но так, в остальном, тоже всё более-менее прилично, каких-то серьёзных дефектов я не вижу, все следы от толкателей у нас находятся с внутренней стороны, и, в общем-то, жить нам мешать не должны. На педалях тут я вижу даже воспроизведено рифление некое, естественно, с швом посередине, то есть это надо будет очень аккуратно обрабатывать. Но, опять же, про швы и про смещение я уже в этой модели несколько раз говорил. Очередная микроскопическая рамка с элементами рамы. Ну, тут тоже, с одной стороны, всё так достаточно ажурненько, аккуратненько, приятненько, с другой стороны, имеется такой заметный шов от разъёма пресс-форм, который будет достаточно проблематичен в удалении. Толкатели все с внутренней стороны, то есть тут тоже, на мой взгляд, всё более-менее в порядке. Небольшой облойчик пошёл вот на этой детали. Конечно, я бы, наверное, даже удалял его до отделения её от рамки, потому что видно, что элемент очень хрупкий. Соответственно, если отделить, а потом сошлифовывать, весьма вероятно, что придётся подклеивать сломавшуюся деталь. Рамочка с дверями. Ну, тут тоже, как обычно, на внутренней части двери, в сторону стёкол, есть микроскопический облойчик, его надо аккуратно удалить. С внутренней стороны мы видим, что следов от толкателей нету, это очень похвально, потому что иначе бы их пришлось шпаклевать, поскольку эта часть двери видна, то есть видно, что толкатели были выведены наружу, вот здесь, здесь, здесь и здесь. То есть, с технологической точки зрения это, конечно, неплохо. Последняя рамка с элементами ходовой части. Ну, тут тоже всё, в общем-то, на мой взгляд, видно и понятно. Идёт шов по разъёму формы. Вот здесь его надо будет аккуратненько сошлифовать. В остальном всё достаточно прилично. Но, опять же, с внутренней стороны толстенные следы от толкателей, но видны они, я думаю, не будут. Кабина. Кабина отлита в одну деталь, это очень похвально, нам не придётся шпаклевать швы на местах сочленения. Единственное, на что я обратил внимание. Во-первых, имеются утяжины. Вот здесь идёт утяжина. Вот здесь идёт утяжина. В том месте, где у нас как раз пластика достаточно много. Вот над вот этим местом утяжинка. Плюс у нас не очень аккуратно была скусана деталь от формы. То есть, вот эти вот точки – это технологические каналы. Их надо будет зашпаклёвывать. Кроме утяжин, в принципе, никаких таких глобальных проблем я не вижу. Ну, единственное, что вы видите, с внутренней стороны очень массивные тоже следы от толкателей и зачем-то надписи технологического характера о том, что это за модель. То есть, ну, если, скажем так, ронять трактор на бок, то они будут видны, и это всё надо будет зашлифовывать и зашпаклёвывать. Ну, в обычной ситуации, наверное, этого будет не видно. Рамочка с элементами траков. Ну, тут это, конечно, будет не очень простым делом, собирание такого трака. Единственное, что нас может порадовать, что их, в принципе, не очень большое количество на прототипе. В остальном, ну, траки как траки. На мой взгляд, конечно, немножечко не хватает им чёткости какой-то, но, может, это моё субъективное впечатление. Ну, и, в конце концов, у трактора, скорее всего, они будут достаточно пыльными и грязными, поэтому, наверное, это не так страшно. Рамка с прозрачными деталями. Детали абсолютно прозрачные. У нас присутствуют все окна, у нас присутствуют стёкла для фар с достаточно чётким рифлением. Тут, мне кажется, всё замечательно, всё по высшему разряду. Микроплатка с травлением. Ну, тут буквально сколько? Восемь деталей. В общем-то, тоже необходимые и достаточные для создания модели. То есть, те, кто захотят уже больше травления, могут воспользоваться автомаркетом, а это, на мой взгляд, вполне приемлемо. Ну, и последнее – это декаль со шкалами приборов. Очень хорошо, очень похвально, что производитель даёт шкалы приборов при помощи декали. Единственное, что немножко грустно, что других каких-то вариантов маркировок у нас нет. То есть, кроме шкал, ничего на этой декали и нет. Но, с другой стороны, опять же, спасибо и на этом. Это уже неплохо. Ну, что ж, подведём итоги. Как обычно, начнём с достоинств и недостатков. Прежде всего, по достоинствам. Это, конечно же, интереснейший прототип. Я, в общем-то, уже достаточно много в исторической справке сказал. Повторю то, что это, в принципе, достаточно знаковая машина, которая может быть применена на очень большом количестве различных диорам, как в мирном, так и в военном варианте, как в советской, так и в трофейной окраске. Поэтому, я думаю, дополнительно что-то говорить про интересность прототипа смысла уже нет. Всё и так понятно. Также, что ещё могу отметить. Конечно, приятно то, что используются многоразъёмные формы достаточно активно. У нас кабина в одну деталь, у нас многие детали кузова сделаны в одну деталь. И, естественно, зашлифовать шов от разъёма формы всегда гораздо проще, чем шпаклевать швы от стыка деталей. Поэтому тут, я думаю, тоже всё достаточно очевидно. Также мне, конечно же, понравились рабочие гусеницы. Правда, с некоторыми оговорками, но, тем не менее, я не могу не отметить, что рабочие гусеницы наборные – это всегда большой плюс для модели. Также неплохо то, что приборы, шкалы приборов даются декалями. Конечно, их будет не особо видно, но, тем не менее, всё равно декаль – это всегда гораздо лучше, чем пытаться вырисовывать стрелочки и маркировочки кисточкой. Поэтому это тоже, на мой взгляд, однозначнейший плюс. Ну и неплохо то, что у нас в наборе уже идёт травление. Его, опять же, очень мало, но, с другой стороны, наверное, необходимый достаточный минимум присутствует. Те, кто захотят побольше, там уже автомаркет вам в помощь. По недостаткам. Ну, что больше всего, конечно, бросилось в глаза – это надписи «Сталинец» и «Дизель». Ну, нам придётся либо как-то пытаться исправлять, либо покупать автомаркет, но в таком виде, конечно, оставлять нельзя. И мало того, что надписи сделаны неправильные, на мой взгляд, они ещё и имеют очень недостаточный рельеф. То есть, после окраски они станут совсем еле заметными, в то время как на прототипе эти выштамповки такие достаточно рельефные. То есть, это однозначно слабое место этой модели. Также меня просто поразило то, что у нас начисто отсутствует двигатель. Причём, ладно бы, это была бы какая-нибудь машина, у которой капот открывается только в случае ремонта или обслуживания, но конкретно у «Сталинца» достаточно часто мы видим на фотографиях использование машины с снятыми створками капота для лучшего охлаждения. И, конечно, здесь двигатель просто необходим. То есть, отсутствие двигателя, на мой взгляд, серьёзнейший недостаток, который тоже может быть восполнен только исключительно автомаркетом, причём достаточно недешёвым. Поэтому, мне кажется, это очень плохо. То есть, хотя бы в самом примитивном виде уже можно было бы дать доработки на совести каждого моделиста, но в таком виде это, мне кажется, неприемлемо. Также отмечу то, что литьё, ну, такое, достаточно типичное для тромпетера. То есть, свёз с неба не хватает, у нас есть многочисленные следы от толкателей, у нас довольно заметный шов разъёма формы, там, возможно, вылезут смещение и так далее. То есть, этот пластик, в общем-то, в процессе обработки, в процессе сборки, скорее всего, больших восторгов тоже не принесёт. Ну и последнее, это то, что у нас траки собираются из трёх деталей. Тут покажет только сборка, но вообще, обычно, это достаточно трудоёмкий процесс сборка трака из нескольких деталей. Вот, также могут возникнуть перекосы, поэтому это такое решение сомнительное. Конечно, хотелось бы видеть трак в одну деталь, отлитый в многоразъёмной форме. Исходя из вышесказанного, могу сказать, что, на мой взгляд, модель эта подойдёт, наверное, только тем, кто серьёзно увлекается советской инженерной техникой, потому что без вливания достаточно большого количества автомаркета эту модель качественно собрать, ну, достаточно проблематично. Поэтому, конечно, никак не могу посоветовать её начинающим моделистам, не могу посоветовать новичкам. Ну, а если вы уже достаточно опытный и располагаете определёнными финансовыми возможностями, то, в принципе, ничего неисправимого здесь нету. И, вложив немного денег и немного труда, вполне можно получить действительно качественную копию знакового советского трактора. Вот, в общем-то, на этом, я думаю, и всё. С вами был канал Armor Master. Если вам было интересно, ставьте лайки, чтобы быть в курсе новых выпусков. Подписывайтесь. Всем пока!